МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Святослав Иванов, и это очередной выпуск передачи «Любовь и боль моя деревня». Начнем мы с сюжета одновременно удивительного, грустного и горького из села Глазово Нижнедевицкого района. Этот район не самый богатый в области, но и не самый малонаселенный. На 1 января 2019 года здесь проживало 18 283 человека. На 174 жителя меньше, чем на ту же дату 2018. В 17-19 веках западную часть Нижнедевицкого уезда вначале заселяли потомки служилых людей, охранявших южные рубежи России от татарских набегов. Полукрестьяне, полудворяне, так называемые «однодворцы» занимали промежуточное положение между двумя сословиями. И это обстоятельство диктовало их характер. Они имели в большинстве своем непростой, задивистый, неуживчивый характер. В словаре «Даля» сказано, что «однодворец сам пашет, сам орет, сам орет, сам и денежки берет». А еще «Даль» приводит в своем толковом словаре такую поговорку. «Собрал черт всех однодворцев в решето и понес. Гром грянул, он и выворотил их под Воронежем». То есть издавна на Руси было известно, что наши края изобилуют однодворцами. И, на мой взгляд, это обстоятельство до сих пор сказывается на менталитете воронежцев. На востоке Нижнедивитского уезда селились крепостные крестьяне, переводимые из других губерний помещиками. И в названии Норова-Ратаевского поселения, куда входят села Глазово и Петровка, увековечено имя одного из таких помещиков. В ревицкой сказке XVIII века сказано, что сельцо Норова-Ратаева тоже принадлежит капитанам Дмитрию и Ивану Ратаевым. В середине XX века село было переименовано, а старое название осталось в имени поселения. И прежде чем мы покажем сюжет оттуда, обратите внимание на речь героини сюжета. Этот пряный язык, особый говор присущ как раз этой местности. Причем, как указывают специалисты, в этом районе одновременно проживают сразу две локально-этнические группы. И так называемые цуканы и щекуны. Кто из них живет в Глазово, я затруднился определить. И предлагаю это сделать телезрителям. Нижнедевицкий район находится на северо-западе Воронежской области. На территории района 15 сельских поселений. Одно из них – Норова-Ратаевская. В его состав входит село Глазово. Проживает здесь около 300 жителей. Большинство домов выкупили дачники, а некоторые и вовсе находятся в запустении. История названия села доподлинно неизвестна. Старожил в селе почти не осталось. Анна Степановна родилась в Глазово в 1948 году. В послевоенные годы приходилось поднимать хозяйство вручную. Женщина отчетливо помнит тяжелое детство. Говорит, мама, два пая свеклы, и вот ручную подергай, и очисть на машину, и вези, даже сдать ее, эту свеклу. И там разрузи. Вот было. А сейчас народ все механический, и не сеют свеклу. У нас в окружности никто не сеет. Еще до замужества женщина работала, не покладая рук на свекольных полях. Вышла замуж, родила четверых детей. Сменила не одну профессию до заслуженной пенсии. И доярка, и свинарка, и всем доставалось. Подменяла. И овец за жарцами ухаживала, с мужчинами. Корм подвозила, сиялась. Доставалось. И на телеатах, везде доставалось. В местном колхозе выращивали не только технические культуры, но и зерновые. С развалом сельхозпредприятий исчезли и рабочие места. Сейчас земли в округе скупили агрохолдинги. Но местные жители не доверяют качеству выращенного урожая. По их мнению, раньше в колхозах производили более экологически чистый продукт. После войны и хлеб свой пекли, но был нормальный. Свой пекли сами. Черный нормальный. Блинчики из черной муки пекли. На мельнице смелить, отсеешь. И были вкусные. А сейчас белые, а что? Говорят, что это отрава сейчас в этом зерне. На удивление, в селе Глазово почти в десяти дворах по две коровы. Теперь Анна Рыкунова на пенсии нянчит внуков. Держит небольшое подсобное хозяйство двух коров, кур и кроликов. Молоко на их улице скупают предприниматели. Три литра парного молока стоят не так уж и дорого в сравнении с магазинным. Да и пользы от него значительно больше. Дочь Анны Рыкуновой живёт в соседнем доме с мужем и детьми. На улице Октября не самая молодая семья. Вся молодёжь уехала в Нижнедивицк или в Воронеж работать. После закрытия колхозов здесь сплошная безработица. Единственные рабочие места появились в нескольких километрах среди полей на частных свинофермах. На самих полях выращивают кукурузу и подсолнухи. В некоторых местах есть пшеница. Школа закрылась ещё 10 лет назад. Теперь в её здании находится местная администрация. Как объяснили сельчанам, в бывшем району гораздо проще обеспечить школьникам автобус до Нижнедивицкой школы, чем в селе Глазово содержать свою малокомплектную. Детей нужно отвезти на остановку, чтобы забрал школьный автобус. Приезжают они домой очень поздно. Начальная школа работала, они учатся часов до 12, может до 11, приезжают домой в 4. Это очень для детей тоже. И покушать надо. Сидят, ждят школьников, таких старшеклассников, чтобы автобус привёз. Тяжело. Школьников тут немного. Всего 16 детей. Разрушена не только школа, но и сельский детский сад. Родители за свой счёт отвозят малышей в районный центр. А это сплошные траты. Ну, там тысячи около полутора где-то выходят за месяц у нас здесь. В принципе, не так уж и много, но всё равно. Одень, обуй, лекарства купи. Дороговато всё. И бензин дорогой. Неравнодушные сельчане собирали подписи и неоднократно в течение двух лет пытались что-то изменить. Но местная администрация нашла причину даже не в демографии. Помещение не подходит. Вот так вот. Как-то вот так. Что-то вот. Потому что нужно и кровать закупать. И вот то, что очень денег много надо на это всё. Вот так вот говорят. Материально. Село газифицировано не полностью. Да и то, это в основном дома в самом центре. До окраин голубое топливо что-то не добралось. Сельский клуб давно опустел. Отопление даже отключили. Холодно. И смысл даже туда ходить. Вот поэтому мало людей даже приезжает сюда, потому что здесь делать в принципе нечего. Чтобы добыть воду, нужно приобрести и поставить электронасос, потому что иначе колонки не зажигаются. Трубы позгнили. Ну, в общем, не дают нам, как сказать, средств. Хотя бы даже половину из этого не дают. Чтоб мы половину и кто-то, ну вот, государство или как там, от чего там помогают. Вот, не дают. Сами, только сами. А что у нас тут? Пять дворов и все. Это поскольку надо складываться, это проще. Две скважины провести в дом. А прорубить одну скважину стоит минимум 200 тысяч рублей. Новых жильцов здесь не появляется. И это кажется уже совсем неудивительно. Елена Цветкова, Валерий Бобкин, 41 канал. После просмотра сюжета, конечно, меня больше всего возмутило, что власть не нашла способ помочь жителям наладить водоснабжение. И я не удержался и позвонил главе поселения, Норо-Воротаевскому Николаю Васильевичу Зубкову. Прежде всего, он сказал, что скважина в селе обходится намного дешевле, чем было заявлено в сюжете. То есть, за это платят около 25-30 тысяч, по его мнению. А по водопроводу администрация поселения подала заявку на областной конкурс общественно-полезных проектов территориально-общественного самоуправления. И надеется получить грант на ремонт водопровода на условиях софинансирования. Итоги конкурса будут известны в конце марта. Сам Николай Васильевич более 40 лет жил в Нижнедевицке. Работал директором Курбатовского элеватора на других должностях. А два года тому назад приехал на свою малую родину. И мне показалось, что он с болью говорил о том, как вымирает не только его Глазово. Сегодня в поселении живет 800 человек, а еще 10 лет назад было 1500. В Глазовской неполной средней школе учатся всего 16 учеников. И главная причина такого положения – отсутствие рабочих мест. На существующих сельхозпредприятиях вакансий очень мало. А вокруг поселения в землю скупили такие монстры, как Авангард и Черкизово. Проблемы поселения, конечно, их мало волнует. Даже грейдера зимой, чтобы почистить проселочную дорогу, у них по заявлению главы не выпросишь. А не там, в Москве, сказал Николай Васильевич, а мы тут, в деревне. И вспомнил, что в свое время хозяйство на селе бесплатно обеспечивали жильем всех молодых специалистов. Агрономов, зоотехников, ветеринаров, механиков. А ныне молодая семья, даже если захотела бы осеть в селе, строительство дома для нее неподъемная задача. Правда, сказал глава поселения, недавно хорошая новость пришла из Липецкой области. Там выдают ипотечный кредит для сельских жителей под маленький процент, трехпроцентный кредит. И на срок до 25 лет. После этих слов главы поселения, я, что называется, погуглил. И узнал, что действительно программа льготной сельской ипотеки, государственная программа, по годовой ставке до 3% заработала с 1 января 2020 года. Но не только в Липецкой области, а и по всей стране. Еще интереснее, что воронежский филиал Россельхозбанка, оказывается, одним из первых выдал такой кредит. Заемщиком выступила семья, которая приобретет трехкомнатную квартиру в Хохольском районе. Ставка кредита для нее составила 2,7%. Почему об этом не знают в Глазово, это отдельный вопрос. В региональное отделение банка я не смог дозвониться. А в центральном офисе в Москве попросили прислать вопросы по электронной почте. Что я и сделал. Но ответа пока не получил. Если получу, то обязательно расскажу об этом в других выпусках. В конце нашего разговора Николай Васильевич горько заметил, что если ничего не изменится, через 5-10 лет мы можем потерять нашу деревню. Я не стал с ним спорить и, в свою очередь, советовал бы Норо-Воротаевскому поселению уделить больше внимания сайту. На мой взгляд, надо меньше думать о последних сроках русского села, а больше о сегодняшнем дне. Заявлять о себе, рассказывать о себе, напоминать о себе и власти, и всему миру. И тогда будет какой-то толк. Тем более, что Глазово удивляет тем, что во многих дворах здесь держат корову. Надо ли напоминать, что ее на Руси издавна называли кормилицей. На то есть пословицы «Корова на дворе, харч на столе. Домашний теленок лучше заморской коровы. Крестьянин скотинкой жив». Я вспоминаю и свое детство, как в конце февраля, начале марта мать вносила в избу новорожденного теленка, и какая это была радость для нас, ребятишек. Это была наша любимая игрушка. Впрочем, о корове можно говорить много и долго. Недаром ей ставят памятник. Вот этот поставили в Иркутске, а вот этот в Минске. Вот я думаю, хорошо и в Воронеже бы поставить памятник буренке. Ну а прежде чем представить следующий сюжет, я попытаюсь объяснить, почему я не согласен с главой Норо-Воротаевского поселения. Сегодня не только село, но и вся Россия находится в ситуации отрицательного демографического баланса. И не только у нас идет поиск стимулов для воспроизводства населения. К примеру, у нас в области начинается критическое осмысление деятельности тех же агрохолдингов. Вот совсем недавно я побывал в Калачеевском районе, сугубо аграрном районе, где фактически вся земля находится в руках бывших колхозов и совхозов. И вот как сказал глава района в разговоре со мной, его идеология в сельском хозяйстве простая. Свои люди должны работать на своей земле. И в районе старается, чтобы в каждом селе заработала ферма. Тогда и люди будут востребованы, и село будет чувствовать намного себя здоровее. То есть уже на экономике села стали смотреть через призму социальных проблем. И это только начало. Второй фактор, несмотря ни на что работающий в плюс, такой. Собственно, уже много горожан живет на два дома. Они на зиму выбирают город, потому что не хватает средств обеспечить комфорт в сельском доме или даче. И если бы им государству хоть немного помогло, то, конечно, мы получили хороший бы эффект. Ведь рядом с Воронежем уже живет в комфортных коттеджах много бывших горожан. И ездить на работу за 15, 20, а то и за 40, 50 километров от дома. А кто-то просто работает дома. Сегодня есть профессии, для которых их профессий все больше и больше, для которых не нужен офис. Просто интернет. И многие айтишники, я уверен, выбрали бы жизнь на природе, будь у них такая возможность. Ведь село, как место жительства с городским комфортом, всегда выиграет соревнования с городом. Но в село надо стараться вернуть, конечно, в первую очередь тех, для кого оно не только природа и чистый воздух. Собственно, об этом наш следующий сюжет из Рамонского района, из села с красивым названием Лебяжье. Село Лебяжье находится на севере Воронежской области, в Рамонском районе, на берегу левого Донского притока, не широкой речки Большая Верейка. Когда-то сюда прилетало много лебедей. Отсюда-то по ним, Лебяжье озеро. Основано оно было еще в начале 18 века. В 1809 году в селе возводится новый каменный Богородицкий храм. Сегодня это памятник архитектуры. К середине 19 века в Лебяжье насчитывалось 150 дворов и жили полторы тысячи человек. Еще через полвека уже две тысячи. В селе был роддом, фельдшерский пункт, властной банк и три магазина. Сейчас в это даже не верится. Население сократилось в 10 раз и продолжает сокращаться. Дети больше здесь не рождаются. Работа в Лебяжье есть. Правда, зарплата по сравнению с городскими совсем невысокая. Люди работают в зерновом доме. Это городообразующее предприятие Павловское сельское поселение, которое обрабатывает 4300 гектаров земли. Дальше люди ездят на работу в Воронеж, ездят на КДФ-фабрику, ну и другие предприятия города. В селе 4 улицы – Заречная, Замость и Северцево, Чапаева. Хотя про Василия Ивановича здесь узнали только благодаря артисту Бабушкину, блестяще сыгравшего легендарного комдива в одноименном кинофильме. Зато в Лебяжье похоронен свой собственный герой Отечественной войны 1812 года. В позапрошлом году были работы по очистке территории. И работали, и подняли гранитную плиту. В ней было указано то, что Солнце Петр Иванович, полковник русской армии, он активно участвовал в сражениях. Участвовал в сражениях по Смоленскому, Бородинскому сражениям. Был участником похода, заграничного похода, брал Париж. Был награжден орденом Анны 4-й степени и бронзовыми металями. Правда, в памяти о нем называть что-либо в голову никому не приходит. О жестокости этого помещика помнят здесь до сих пор. Однажды по его приказу трое крестьян за какую-то провинность были кнутами, запороты насмерть. За это барин отделался только раскаянием, когда выяснилось, что его крепостные были ни в чем не виноваты. Богородицкий храм, немой свидетель тех далеких времен в советское время, пришел в упадок. Молодой энтузиаст Антон Клепиков решил рискнуть его восстановить. Сам он родился в Москве, а вот его корни из Лебяжьего. Молодой человек вернулся на родину своих предков. На его идею откликнулись волонтеры-селяне. Так началась реставрация. Кто помогал, трудом, кто деньгами. Сейчас в храме уже проходит служба, но работы еще очень много. Сначала узнал, кто здесь до меня, что-то пытался делать. Выяснилось, что в соседнем селе человек там был, но он уже не особо этим занимался. Иногда там что-то, какие-то службы пытались. Ну, тут был склад еще колхозный. Поэтому здесь было перекрытие, эти все конструкции. Столбы стояли. Поэтому какое-то помещение просто выделялось для служб. Вначале хотели здание просто законсервировать, чтобы церковь не разрушалась дальше. В 2005 году решил, как командир, организовать смену здесь. И приехали первые добровольцы, вот тут на две недели. Даже чуть больше некоторые оставались. Потом стали приезжать. В 2006 году две уже смены были. Церковь восстанавливали не больше 15 человек. Конечно, когда взялись за крышу, наняли профессионалов, реставраторов, имеющих специальную лицензию. Одной из откликнувшихся добровольцев была тогда еще 69-летняя Александра Салманова. У нас она вся была заросшая, бедная. Антон, он тоже мучился, мучился. И вы занимались малярными работами? Я не только малярная, я занималась всем. Всем. Я все могла. Не только малярная, я и малярила, и штукатурила, и плотничала. И наверху стояла. И наверху лазила везде, все стяжки делала. Сейчас бабушке Шуре уже 83 года. Признаются, в селе ей стало жить тяжело. Я привыкла всех воспитывать, всем помогать, всех кормить, всех поить. Вот этот стол раздвигала, все время тут все, большинство пьянцев, а я детей кормила, собирала. Молодежь из села бежит, конечно. В городе жизнь кажется слаще, говорит баба Шура. Молодежь сейчас все уезжает, вот сейчас все в город уезжают, все. Потому что действительно, работать нет, и платить не платят почти ничего. Вон, жалятся все. Сколько здесь овец, сколько тут колхозный двор был, какой этот участок был, зерно. Я помню, еще первые, только на таку два года работала. Воли судьбы возле Знаменской церкви пустых могил оказалось две. Здесь же стоит памятник еще одному герою, только Великой Отечественной войны 20 века Лизюкову. Считается, что недалеко от церкви был похоронен именно он. Задачей дня для Лизюкова было прорваться в село Медвежье, и там соединиться с дивизией, прибывшей на подмогу. Бой для наших был безуспешным, в лагере были тяжелые потери, и главные части дивизии буквально сгрудились в Лебяжье, оказавшись в низине под перекрестным огнем. Могилу Лизюкова нашли поисковики в 2008 году. О месте гибели военачальника знал его личный водитель. Об этом он написал письмо, где сообщил, что сам копал могилу для Александра Лизюкова. О письме рассказал сын этого водителя, и все это почти спустя 65 лет. Останки были перезахоронены в Воронеже у памятника Славы. Существует мнение, что на самом деле останки Лизюкова так до сих пор и не найдены. Историк Анатолий Сидорович считает, что в деле множество нестыковок. Что касается отреставрированной церкви, невольно задаешься вопросом, а для кого, если население села уезжает? Селяне не унывают. Летом и на земних каникулах, говорят, тут жизнь начинает бить ключом. Многие приезжают, привозят детей. В общем, вера в будущее села остается. Да, да, именно вера двигает многих энтузиастов, которые восстанавливают сельские храмы, находят могилы героев, чтят память о своих предках. Потому что, во-первых, есть хорошее жизненное правило. Делай, что должно, а там будь, что будет. А во-вторых, никто не может предугадать ход истории. Никто не знает, как наша жизнь изменится завтра. Посмотрите, как коронавирус хозяйничает в городах Европы. Как он очистил улицы и кафе Италии. Опустили даже стадионы. И, возможно, завтра для всех правоверных урбанистов домик в деревне станет самой желанной мечтой. Но выберут они, в первую очередь, ту деревню, где есть не только асфальт, газ, водопровод, но и красивый храм, школа, музей, дом культуры. А в Белгородской области к этой набору добавляется баня, бар. То есть выберут тот свой уголок, тот уголок, где люди гордятся тем, на какой она земле живет. Вот почему сегодня важно сохранить каждое село и как культурную единицу. Именно о таких хранителях наш следующий сюжет. Рамонский район славится не только образцовыми черноземами. Из-за красоты природных ландшафтов его прозвали «Маленькая Швейцария». Здесь находится село Чистая Поляна, всего в 80 километрах от районного центра. Сегодня в селе проживает около 500 человек. Немалая их часть – потомки переселенцев из Землянска. На охрану южных рубежей Воронежской области власти бросили тогда немало сил. На помощь пригласили черкас, переселенцев из Украины. Они охраняли рубежи от крымских татар и активно развивали пушкарское дело. Некоторые пушкари решили обосноваться в Чистой Поляне. Тогда, в 18 веке, здесь было образовано около 20 дворов. Переселенцы из села Землянска переселились в Лох, Лох Чистый, без растительности. Отсюда пошло и название – Чистая Поляна. А первоначально это был хутор в Сухом, Чистополянском лагу, в котором были первые поселенцы жили. С 1879 года наше село получило статус уже села, а не хутора, потому что в этом году была открыта церковь. В школьном музее сохранились две иконы ручной работы 18 века. После войны их вынесли из деревянной церкви сельчане и сохранили у себя до начала 90-х. Затем отдали в музей. Одна из них двухсторонняя, соединяет в себе два православных лика. Тихон Задонский, с другой стороны икона Покрова Пресвятой Богородицы. Икона использовалась, вы видите, что она немножечко пострадала от огня. Дело в том, что здесь устанавливалась свечка, и эти иконы выносились во время похорон, когда усопших выносили из дома, поэтому, к сожалению, икона немножечко пострадала. Чистополянский музей образовался во время развала Советского Союза. Ольга Болотова в то время пришла работать учителем истории в сельскую школу. Женщина с детства увлекалась археологией. Первые экспонаты располагались в школьной библиотеке, затем в кабинете истории. Когда места уже не хватало, музей расширили и принесли в бывший актовый зал. Активное участие в его создании принимали и местные жители. Здесь расположилось несколько экспозиций. Одна из них посвящена истории школы. Здесь представлены школьная форма, пионерская атрибутика, парты, за которыми сидели ученики, даже за которыми я училась еще в начальных классах. И вы можете видеть, что у нас даже старинная вот такая вот чернильница. Раньше детишки приходили в школу и использовали для письма вот такую чернильницу, перо и писали. Напротив Бюста Ленина здесь располагается значимая экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Даже флакончик от духов, который был рядом с немецкими солдатами, здесь даже сохранился до сих пор еще запах духов того времени. Дети иногда интересуются даже, можете, легкий запах, но все равно еще есть. До войны здесь проживало около двух тысяч человек. 41-й год забрал на фронт всех, кто мог держать в руках оружие. В селах Чистая Поляна и Трещевка стояли немецкие части. У местных фашисты отнимали дома. Сельчанам приходилось ютиться в землянках. Отбирали коров и продукты питания. Пришел голод, который, казалось, никогда не закончится. Как дрожала земля под тяжестью немецких танков, здешние старожилы вспоминают с ужасом. Одна из жительниц вспоминает, что когда, будучи девочкой, она услышала, как идут танки по улице, вот этот грохот страшный. И было вдвойне страшнее, что даже в печке звенели чугунки друг от друга, стучали, вот эти вибрации. Она говорит, вот этот ужас, вот этот звон этих чугунков в печке она не может до сих пор забыть, хотя ей уже больше 80 лет. На территории села соорудили немецкий лагерь. За колючей проволокой оказались военнопленные и мирные советские граждане. Часть заключенных использовали для строительства дорог и оборонных укреплений. Пленные работали по 12 часов в сутки. Около полугода на территории Воронежской области фашисты устанавливали новый порядок, основанный на автомате и штыке. Папа был 8-летним мальчиком и вспоминает, что вот, наверное, самое страшное, всегда хотелось есть. Брат его был чуть постарше, они однажды пошли, ну, хотели подоить свою же корову, хоть немножечко. Немец увидел автоматную очередь, корова тут со страха побежала, говорит, а мы вообще упали мертвы. Думаем, нас убьют сейчас или не убьют. В сельской церкви основали немецкий госпиталь, там лечили немцев. Рядом было организовано немецкое кладбище. Церковь с годами была разрушена. А кладбище ликвидировали только около 10 лет назад. Провели эксгумацию и отвезли немецких солдат в Курск. Сейчас в Чистой Поляне о военных действиях напоминает мемориал областного значения, созданный в 70-е. Сюда, со всего Рамонского района, привозят останки русских солдат, найденные поисковиками. В послевоенные годы перемены вокруг легли на плечи женщин и детей. В советское время на территории сельского поселения размещались крупные колхозы. В них выращивали ячмень, свеклу, горох и подсолнечник. Активное развитие получило и животноводческое хозяйство. В Чистой Поляне здесь вот было, наверное, две фермы тоже молочно-товарных, по 400, по-моему, голов, если вот мне память не изменяет. Был овцеферма, даже как был он не заведующий, назывался старший чабан, он был награжден медалью, там, сейчас не помню даже, какой, ну, за трудовую доблесть, по-моему, вот, выращивалось, было, по-моему, до двух тысяч овец. Колхозы объединились в совхоз «Заря», который успешно существовал до начала 90-х. С тех пор преимуществами сельского хозяйства в этих местах пользуются больше века. Только градообразующего предприятия здесь нет, землю в округе скупили агрохолдинги. Выращивают в основном зерновые, местное население работает в Землянске и в Воронеже. В центре есть клуб, почта, магазин, детский сад. В общем-то, всё для спокойной и размеренной сельской жизни. Елена Цветкова, Валерий Бобкин, 41 канал. Я знаю, что таких музеев по области уже много. Как правило, они создаются при школах. Хорошо, если их возглавляют дипломированные историки. Но бывает, что такие музеи возглавляют дилетанты и рассказывают своим посетителям всякие небылицы. И, по-моему, пришла пора обратить на них внимание, на эти музеи, как-то узаконить их. К примеру, продумать способ оказания им методической помощи. Иногда эти музеи ютятся в неприспособленных помещениях из-за того, что начальство не знает, как к ним относиться. Возможно, нужно придумать некий порядок сертификации таких самодеятельных музеев. Выделять гранты на их цивилизованное обустройство. Честно говоря, я небольшой специалист в музейном деле. Но иногда меня удручает их убогость того, что скрывается за этой вывозкой. И еще сложнее обстоят дела с музеями, созданными в частном порядке, вне казенных помещений. Об этом, об одном из таких музеев, и не только, конечно, о нем, наш следующий сюжет. Село Хвощеватка возникло еще во второй половине 17 века. Название пошло от хвоща, древнего растения в обилии росшего здесь, на берегах Дона. Среди местных достопримечательностей – храм Пороскевой Пятницы, построенный в начале прошлого века. Сейчас он на реставрации. А ниже, возле Дона – святой источник под названием «Семь ключей». Семь родников сливаются здесь в купель. Все обустроено местными жителями. Во время войны в селе около года стояли немцы. Мария Александровна Меньших отметила в прошлом году 90-летний юбилей. Оккупацию до сих пор вспоминает с содроганием. Вместе с братом и коровой убежали они тогда в соседнее село Репное к дедушке. А есть нечего. Кто нас кормить будет? Я ходила в Хвощеватку поесть. А меня немцы ловили и сажали меня в погреб, чтобы я не ходила. Я прибегу туда в Хвощеватку, а старые картошки в погребе. На Биаруды в Репное приедем, а там сворим в Репном-то и ели. Кто нас кормил? Прибегу, гляду, куры нанесут, яиц в сенцах. Я соберу их и картошки. Больше нечего убрать. После освобождения села 15-летняя Маша работала подсобной работницей за еду. Потом работала в колхозе. Младший брат постоянно хулиганил с найденными боеприпасами, эхом войны. Бушевал, он ходил, собирал эти гранаты, все везде в поле. И вот, придя домой сюда, в дом-то, и бросал на город, они взрывались, эти гранаты-то. И вот сосед-то боялся, и они сказали, в сельсовет заявили, чтобы его куда-нибудь деть, а то он, это, может, убить, гранату бросить. Ну и его забрали, брата, в детдом, в горожанку. В конце 19-го века в Хощеватке было более полутора тысяч жителей. Сейчас осталось 230. Из них коренных 40 человек, в основном пенсионеры. Остальные – это дачники или потомки местных жителей. Они прописаны и живут в Воронеже, но все еще владеют здесь домами. Татьяна Александровна Васильева, дочь Марии Меньших, вернулась в село из Воронежа три года назад. Вместе с мужем ухаживает за матерью и держит хозяйство на 15 сотках. Пенсионеры здесь, что называется, на полном хозрасчете. Да, сейчас с нашей пенсией тяжеловато, конечно, прожить именно в Воронеже. А здесь мы выращиваем овощи свои, у нас фрукты свои растут. И как бы всего нам тут хватает. Даже и курочки есть, и кроликов растим. Вот. И, конечно, вот уже в таком возрасте пенсионном, как меня, вот очень тянет к земле. Уже хочется вот что-то вырастить. Я здесь деревья прививаю. Мне это нравится. И вообще вот воздух тут хороший. Уже 9 лет в центре села скромно красуется музей крестьянского быта под названием «Гостеприимный дом бабушки Марии». Его создатель, бывшая учительница Валентина Александровна Девицкая, так увековечила память о своей матери, жившей в этом доме. Помогли дочери и соседи. Отремонтировали потолок и принесли в музей всякую ненужную рухлядь из сараев. Оказалось, что это не рухлядь, а редкие экспонаты, по которым можно понять, как жили их предки 100, 200, а то и 300 лет назад. Первая комнатка называлась «Клеть». Здесь жили молодожены. И приводили жену молодую в эту комнату, и они жили без отопления, пока не появится ребёнок. О музее периодически отчитываются местные и районные власти. Вот, мол, культурку внедряем. Хотя сами никакого отношения к музею не имеют. Я получаю пенсию свою, грошовую, провела воду, 30 тысяч стала вода, подвела газ к углу, вот, там с улицы стоит газ. Сюда мы ещё пока ничего не проводили. Лена сказала, вроде нельзя, не знаю, можно ли, нет. Вот. Всё, что вот покупается, это совместно Лена, дочке, в общем, Галя, вторая у меня дочка, и я. В основном средства наши, помощи больше ниоткуда. Никто нам ни разу, ни копейки не дал. Рассказывая о музее, Валентина Александровна заодно вспоминает и свою молодость. 60-е годы, когда здесь было процветающее хозяйство, колхоз «Свобода». Помимо зерновых и животноводства, здесь выращивали овощи, арбузы и даже мак сеяли. Тогда, конечно, был рассвет. Хорошие урожаи собирали. Уже объединили колхоз «Россия» животинный. Два хозяйства объединили. Наши с чернозёмными землями, а ново-животиновцы с песком. Стали в первую очередь там всё благоустраивать. А здесь всё, что было, начало приходить в упадок. Некогда гордостью села был огромный яблоневый сад. Здесь росли очень вкусные яблоки. Был школьный лагерь труда и отдыха. Теперь от сада остались одни воспоминания. Когда произошли перемены вообще во всей стране, да, это 90-е годы, 80-е, начиная с 80-х до 90-х, да, он помаленечку стал приходить в упадок. Меньше стали за ним ухаживать, потому что тогда пошло в безобразие, особого порядка не было. Вот. И уже вот Аверин, председатель колхоза, решил его, как сказать, ну, ликвидировать. Это, конечно, не Вишнёвый сад Чехова, а Валентина Александровна Нераневская. Но упадочные параллели при виде этих остатков приходят на ум прежде всего. Всё наше село – это сплошной уничтоженный сад. Игорь Захарченко, Игорь Наумов, 41-й канал. Сетование Валентины Девицкой на отсутствие помощи действительно справедливы. Хотя информацию о нём на сайте администрации Ромонского района я бы рассматривал скорее как бесплатную рекламу. О музее там сказано следующее. В 2010 году в Фащеватке создан музей крестьянского быта, гостеприимный дом бабушки Марии. Кирпичная хата, ровесница храма построена крестьянином-середняком Константином Ивановичем Парфёновым, братом церковного староста. В музее есть и уголок Чертковых, где посетителям рассказывают об истории дворянского рода и его усадьбы. Конец цитаты. Несомненно, нужно добиваться помощи и сотрудничества таких музеев и с местной властью, и с областной. Надо таким музеям, конечно, всячески помогать. Ведь Фащеватка, расположенная недалеко от областного центра, это весьма перспективное место для привлечения туристов и паломников. И, на мой взгляд, чтобы привлечь сюда максимум внимания, для популяризации этого места, надо как раз объединить усилия и музейщиков, и священнослужителей. Храм на сегодняшний день действующий. И тогда мы получим, простите за такое умное слово, синергетический эффект. Кстати, кто не был в Фащеватке, настоятельно советую там побывать. Сегодня на улице уже весна. Это замечательное место. Это действительно уникальное место. Величественную краснокирпичную церковь во имя Пороскевы Пятницы называли «Кремль-на-Дону». Она и до сих пор является таковым. Кремль-на-Дону. На высоком крутом берегу реки в селе Фащеватке ее построил на свои средства статский советник Федор Дмитриевич Чертков. Внук воронежского генерал-губернатора Василия Алексеевича Черткова. Федор Дмитриевич принимал активное участие в жизни воронежской губернии. И, кстати, был председателем комиссии по устройству Воронежского музея. Вот какие параллели. Славный род Чертковых немало сделал для процветания России. Один из Чертковых основал в Москве первую публичную библиотеку и музей при ней. Другой подготовил устав первой сберегательной кассы, то есть является прародителем Сбербанка. Третий был другом и издателем Льва Толстого. Это не все благодеяния в пользу России, которые славен этот род. Николай Дмитриевич Чертков пожертвовал 2 миллиона рублей, по тем временам гигантская сумма. И в 1836 году построил Воронежский кадетский корпус в память и в честь великого князя Михаила Павловича. В кадетском корпусе воспитывалась элита русской армии. С учетом того, что живы и здравствуют потомки Чертковых, фащеватка могла бы стать международным культурным центром. И еще. Знающие люди фащеватки, кроме купели, храма, музея, посвящают еще и могилку монахини Анны. До пострижения эта знаменитая воронежская художница, иконописец носила имя Лада Петрова. В 2006 году врачи поставили ей страшный диагноз. Последняя стадия рака груди с метастазами в легкие и позвоночник. По мнению врачей, ей оставалось жить считанные месяцы. Но художница махнула на смерть рукой и продолжала прорисовывать фрески под куполом Никольского храма. В 2011 году Лада приняла постриг. Превозмогая боль, она молилась и работала до последних дней. Она говорила, что любые скорби чистят душу. Когда человек болеет, он становится ближе к Богу и чаще к нему обращается в мыслях. Чаще его призывает, привыкает молиться. Лада, она же матушка Анна, умерла 18 июня 2013 года. Ее опыт преодоления страшной болезни вдохновляет многих страждущих. И чтобы не заканчивать выпуск на этой грустной ноте, я хотел бы вернуться к разговору с главой норово-ратаевского поселения. В России в сельской местности живет 37 миллионов человек. Более 40 миллионов в малых городах. Это более половины населения страны. Демографическая катастрофа насилия – это действительно следствие огромной безработицы, деградации и отсутствия социальной структуры, инфраструктуры на селе. А наш Минсельхоз, по сути, стал Министерством агроолигархов. А люди всегда ищут, где лучше. И вот эта диаграмма наглядно подтверждает этот тезис. Как видим, в Воронежской области нет ни в числе лучших, ни в числе худших. Наоборот, по коэффициенту миграционного прироста мы уступаем лишь Москве и Московской области. И это преимущество, конечно, надо всячески развивать и укреплять. Сегодня к власти всех уровней должно прийти понимание, что люди, население, жители – это и есть главный ресурс страны, государства, о котором они должны заботиться в первую очередь. Все остальное прилагается. И надо настойчиво искать и найти такую формулу социально-экономического бытия, которая бы обеспечивала наше выживание. Собственно, формула-то давно известна. В общих чертах. Вот, к примеру, как она выглядит в интерпретации мало кому известного всероссийского движения «Сельсовет». На конец марта назначен съезд этого движения, где состоится серьезный разговор о том, как нам спасти русскую деревню. И, надеюсь, мы поговорим об этом в ближайшее время. Ну, а главное, мы должны осознать, что пришли к тому краю, когда ни в коем случае не отчаиваясь. Всем надо встать на защиту русской деревни во имя «Спасение Родины». Именно не отчаиваясь, не спрашивая себя и других, уже поздно что-то изменять или еще можно что-то сделать, а просто делать свое дело. И мелочей в этом деле нет. Каждый на своем месте должен сделать все, что в его силах. Спасибо за внимание. До новых встреч. Трава на лугах не скошена, где хутор в степи заброшенный. Иду по дороге с тоской и тревогой, я к дому, что строил мой дед. За речкой в церкви брошено, я в доме, как гость, не брошенный. Но сердце стучится, душа выстремится, ведь здесь я родился на свет. Россия, Родина, святая Русь моя, Всегда великая, бескрайняя наша земля. Расторы вечные, слова сердечные. Россия, Родина, любимая песня моя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова